Поколение чести и долга. Именно таких ребят воспитывают в детских патриотических движениях. Помимо всем известной юной армии, на Сахалине недавно создали подразделение «Альфа-Восток». Здесь занимаются юные спецназовцы, которым нравится это направление. У каждого свои причины в отряде. Например, Владимир Карпенко хочет стать специалистом управления АФСБ. Интерес к госслужбе у парня с детства, а среди его родственников есть немало военных. А родной брат сейчас защищает родину в зоне проведения спецоперации. «Альфа-Восток может мне помочь. После школы я могу вступить в ВУЗ спецназа «Альфа-Восток». И уже с опытом, знаете, сразу новичком не быть, а с опытом службы родины отдавать себя, защищать родных и близких и всю страну, можно сказать. Потому что вся страна – это твоя семья». Его друг Сергей Загуляев также хочет связать свою жизнь со спецназом. Родители Сергея активно поддерживают. В его семье тоже без военных и полицейских не обошлось. «В «Альфа-Восток» я вступил 23-го. Ну, три месяца назад, не помню, если честно. Конечно, мне нравится военная тематика. Интересно. Прикольно». Занятия в отряде делятся на теоретические и практические. Каждый участник должен обязательно пройти службу в юнармии. До того, как прийти в «Альфу», Никита Неудахин долгое время шагал строим в красном берете. «Около трех месяцев уже состою «Альфа-Восток». Ну, чем нравится, почти то же самое, то, что и юнармия. То есть, как бы сказать, «Альфа-Восток» – это продолжение «Альфа-Востока». Ну, занимаемся начальной военной подготовкой, проходим строевую подготовку, подготовку в разборках и разборках автоматов, пистолетов». Вот и сегодня на занятии ребята не просто изучают автомат Калашникова. Их командир Дмитрий Минязев рассказывает его историю о том, что модернизированный АК имеет складной приклад и укороченный ствол. Это для того, чтобы сотрудникам было удобнее обращаться с автоматом в помещениях, а десантники могли вести стрельбу в небе. «Автомат Калашникова был изобретен в 1947 году. Первый самый автомат был выпущен АК-47, калибра 7,62. На вооружение он появился в войсках в 1957 году. Но боевое применение, свое самое первое боевое применение он нашел только в Афганистане в 1975 году». На занятиях по теории юные спецназовцы изучают историю управления А, читают книги, в которых есть документы, добытые сотрудниками КГБ в советское время. «Юным бойцам рассказывают о деятельности Центра А. Например, в этих книгах есть рассекреченные документы о том, как действовали в Советском Союзе представители иностранных разведок». Лекции, которые проводят с ребятами, очень серьезные. На них обсуждаются глобальные темы, затрагивающие судьбу страны. Сегодня особенно важно понимать то, что происходит в мире, сопоставлять факты и анализировать события на политической арене. Настоящий спецназовец всегда будет помогать своей стране, выявлять ее врагов и бороться с ними как внутри России, так и на внешней арене. Особенно в моменты, когда коллективный Запад представляет угрозу всему русскому миру. «Мы со стороны наших воспитанников, со стороны наставников должны обеспечить понимание этой угрозы новому молодому нашему поколению и в рамках движения «Альфа-Восток» дать методический и практический материал о способах противодействия глобальным угрозам». Кроме того, юные бойцы должны знать историю спецподразделения «Альфа» и заслуги сотрудников перед Отечеством. Появился отряд 29 июля 1974 года. Тогда в мире уже знали о террористической угрозе и для борьбы с ней нужно было создать особое подразделение. В отряд брали не всех. Обязательным критерием было здоровье и высокие моральные качества. Небезызвестной историей стало участие отряда в операции по освобождению заложников в школе в Беслане в 2004 году. Сегодня бойцы защищают мирное население от террористов на Донбассе. Это должен понимать каждый юный боец. «У нас будет здесь углубленная в историю. Мы будем изучать, как действуют разведки недружествых нам стран. Здесь, ребята, у них будет все. У них будет спорт, у них будет топография, у них будет изучение движения на местности, у них будет тактическая подготовка, у них будет полностью боевая подготовка, как положено бойцу «Альфа». Дальше ребят ждут занятия в лесу, походы, строевая подготовка. Их наставники сделают все, чтобы воспитать настоящих патриотов, готовых в любой момент встать на защиту своей родины.